Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим об одном из способов размножения винограда о воздушном отводке. Когда и в каких случаях нам это необходимо? У нас уже есть какой-то куст, мы хотим его быстро размножить. И так быстро, чтобы он как можно быстрее давал урожай. То есть при таком способе размножения на следующий год, скорее всего, что мы уже будем этот самый урожай иметь. А также этот способ необходим и может применяться тогда, когда нам надо перенести куст на другое место. Вот для этого будем применять этот способ и мы. Есть у нас старый куст. Вот такой старый куст. Конечно, тут мало уже чего осталось. Отсюда мы планируем его убирать, он нам здесь мешает. И его надо перенести вообще на другой участок. Кусту, наверное, лет 8. Выкапывать его будет очень проблематично. Очень травматично для него. Гораздо проще сделать вот эту самую воздушную отводку. Для отводки мы выбираем зеленый, удобно растущий для нас побег. В моем случае их два. Так, вот этот пасынок я отрезала. Он нам здесь не нужен, он будет мешать. Листики вот эти нижние тоже мы уберем. Дальше нам понадобится какая-то емкость, какая-то бутылка. У меня это 5-литровая бутылка, обрезанная. Смотрите, здесь прорезано небольшое отверстие. Здесь сверху срезано все. Ну, эта бутылка, такой объем показался нам наиболее удобным, потому что мы хотим корней много. То есть можно закладывать меньше. Но так будет проще, меньше надо будет следить за влажностью. Смотрите, по удобству как раз таки она хорошо станет сюда. Сбоку она разрезана. Что еще нам надо для того, чтобы подготовить лозу? В принципе, особо ничего, но мы можем сделать процесс несколько легче. Теперь я беру маленькую проволочку, надеваю ее на побег и делаю перетяжку. Руками я здесь не зажгу, для этого у меня есть инструмент. Таким образом мы уменьшим обратный ток питательных веществ. И они у нас будут концентрироваться выше места вот этой самой перетяжки. Без фанатизма, вот чуть-чуть сжали. Еще, чтобы не мешали, вторую делаю также. Перетяжки готовы. И теперь выше этого места мы еще нанесем пару царапин, неглубоких. Так корешкам будет проще пробиться. Делать этого, конечно, не обязательно, но если мы это сделаем, будет проще. Буквально пару таких насечек. Все, подготовительный этап мы провели. И теперь ставим вот эту самую бутылку. Да, смотрите, я чуть поспешила. Перед тем, как засыпать землю, смотать скотч, чтобы не разваливалась наша бутылка. Нам разрез нужен был только для того, чтобы эту конструкцию на побеги надеть. Ну, еще для удобства я немножко подвязала всю эту конструкцию к проволоке, чтобы она никуда не отгибалась. Ну, подвязывать не всегда есть необходимость. Все зависит от того места, где вы эту конструкцию закрепляете. Земля у нас здесь немножко перегноя, немножко торфа и песочек. Рыхлая, воздушная, питательная земелька. Сверху я еще это замульчирую, чтобы меньше было высыхания. И мне реже надо было поливать, потому что я не все время здесь нахожусь. Погода у нас разная. Все, готово. И, как видите, где-то вообще на земле все это стоит, где-то в подвешенном состоянии. Ну, в зависимости от того, где и как размещались побеги. Да, поскольку у нас есть второй участок, то мы некоторые тепличные сорта хотим попробовать перенести в открытый грунт, проэкспериментировать, как они будут расти на том участке. Может быть, они будут там чувствовать себя замечательно и великолепно. Попробуем. Ну, а здесь у нас тоже все готово. И смотрите, к осени в этой банке будет много корней. Мы обрежем побеги вот там, где у нас была перетяжка проволочкой. Итого мы получим, ну вот в данном случае, два куста. Фактически каждый с одним хорошим полноценным рукавом. И вот здесь уже будут заложены плодовые почки. Следовательно, мы и урожай получим. И куст такой будет хорошо и полноценно развиваться. То есть такой метод размножения, он очень быстрый. Пасаны к нам тоже можно убрать. И смотрите, что еще важно, когда мы это все делаем. Тогда, когда у нас лозы уже не травянистые, такие немножечко одревесневшие, но не слишком поздно. В принципе, я думаю, что до середины июля вполне можно это делать. Может быть, можно и позже. Не пробовали? Сейчас у нас есть такая возможность, и мы делаем это сейчас. Сейчас замечательное подходящее время. И еще сейчас нам надо эту банку чем-то обернуть свето-непроницаемым. Чем-чем угодно. Может быть, какой-то темной пленкой, либо белой. Не важно. То, что не пропускает свет. Можно было бы газеткой, но газета будет размокать. Не совсем удобно. И, в общем-то, все. Единственное, что надо будет, конечно, не забывать поддерживать влажность. То есть, периодически, в зависимости от погоды, вот эту земельку, которую у нас там в банке, поливать. И ждать осени. В завершение пару слов о минусах такого размножения. То есть, конечно, много-много саженцев мы таким образом не сделаем. Особенно, если материнский куст у нас остается. Потому что вот то кольцевание, которое мы сделали, уменьшает отток питательных веществ в корне. И, следовательно, если мы так сделаем чуть ли не со всеми побегами, то мы куст очень-очень сильно ослабим. То есть, так делать не нужно. Но если мы куст переносим, то там уже смотрим по возможностям. И, конечно же, если у нас на этом кусте, например, хороший урожай, то мы должны оставить какие-то силы. И на то, чтобы ягоды тоже питались. Поэтому на каждом побеге мы это точно не делаем. И через один, я думаю, что не следует так делать. Но несколько штук на большом кусте, конечно, поставить можно. Это будет быстро, надежно. И, конечно, осенью я вам обязательно покажу результат этого всего. Более того, ближе к осени я вам расскажу, что это за сорт и почему он отсюда переезжает. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще будет» ссылка на каталог наших сортов, винограды и мои контакты. До новых встреч!